она просто делаем давай так кисточку там не моем не промакиваем только берем жидкость для разжижения прежде чем приступить к этой работе к ее рисунку мы вот этой мглой белого испачкаем весь холст наполним веществом как средой обитания но белый сделаем несколько цветным мы возьмем немножко голубизны немножко сиреневизны пользу голубизны ты видишь я очень деликатно подошел к краске и ты тоже подойдешь очень деликатно не лезть самый центр потому что краски достаточно активны полностью избавишься от белизны холста цветнильцами достаточно слякотными слякотными пусть дополнять дополнять полностью полностью избавишься когда избавишься возьмешь тряпочку тряпочки вот они валяются сделаешь из тряпочки рабочий инструмент фигушку такую площадочку подушечку и распределительно уложишь то что накидаешь на пол кисти распределительно просто уложишь уложишь потом возьмешь смуглый цвет этот же цвет но смуглый плюс больше розового плюс больше голубого и все что ты видишь внизу ты видишь она темнит ты будешь уже темно укладывать и деревья дальнего плана дашь вот такими штришочками вот такими мутно и сиренево а желтый и оранжевый уже войдет в эту среду то есть ты сначала создашь среду для этих оранжевых это фрагментально а тебе нужно на весь холст сначала белизну потом деликатную темненькость а дальше пойдет уже цветнилка живопись маслом это не вот так это вот так вот так или какие-то укладочные но ни в коем случае не подкрасить не покрашивающий у красок а-ля на воде уместны и такие движения которые ты делал у красок масляных такие движения не уместны ладно помнишь я говорил штрихом слякотно ну или в случае показал нужно соседней еще и проговорить мало того у нас же здесь белый откуда здесь такая чумаза значит сожалению все что здесь наверху надо полностью вытереть до сухости холста и вогнать туда белила ладно чего так на тем не помнишь задача была сначала белизну кинуть едва припачканную и слякотную потом с тряпкой это все распределить полностью полностью надо было распределить цвет неба сверху полностью вот так распределить я это делал на фрагменте и предложил тебе сделать полностью вот если мы тут из-под руки совершаем ошибки от невнимательности какие могут быть ошибки невнимательности по видео смотрели и уже в белый мы деликатно вгоним темнотики деликатно не со всей силы самое темное вот внизу здесь почему-то ты начала нибудь здесь судя по значит вытереть до сухого холста вот эту всю территорию к сожалению будет ремонт а это уже ну как бы нарушение дисципли культурки письма вы терите вообще конечно в идеале все вытереть снова положить белый и тогда уже ходить деликатно подумай как ты поступишь не менее очень важная штука молодец и меру хорошую положила на самом деле это так актуально потому что переборщила и уже не можешь скульптурный рисунок положить чуть-чуть где-то потемнее вот эти деревца вдали вот они очень в очень сейчас меры хорошие соблюдают соблюдают чуть потемнее чуть потемнее здесь все очень призрачно призрачно понаберешь выберешь здесь у нас отраженные поэтому доберешь синеватому сиреневатому коричневый он его припачкает этот коричневый даст ощущение рыжих отражений уложишь эти рыжие отражения вертикального так можно на ребро поставить холстичи деликатенько мутные вертикальные полосатые дело в том что когда мы на на это мутное будем класть я пока тем же цветом не рыжим чтобы не понимал будем класть рыжие листики станет ясно что это отражение сразу очень легко и станет ясно что стекло отраженности перебито в торт той что ли тем что лежит на плоскости листья когда ты вот эти темнотики немножко доберешь возьмешь мастихин и первые звуки деревьев уложишь вот как был вот такой схемочкой не чернотой которая случае неудачи попортить нам всю картину и ее фактически заново снова придется упаковывать а вот этими царапочками не такими от лежачим лезвия и у нас сразу формируется сразу формируется культурные мы уже к этому прибавим темноту поэтому стволы сначала вот такой когда и это уложишь и стволы обозначишь возьмешь тряпочку возьмешь ее некой розочкой вот такой розочкой вот так только берем у тебя нет сейчас точку густо не разжижая желтый даже если тебе кажется он желтый всегда подложи еще немножко красноты потому что без красноты желтый очень дурно выглядит и деликатно знать начиная с красноты как бы с оранжевости желтого начнешь укладывать это они то есть всего-то навсего но смотри я не просто макаю хотя и просто макание тоже дает симпатично но слишком различимо как мы это сделали и как бы убогость техническая различим поэтому немножечко с запятой чтобы это был некий мазок до уложишь основные массы лучшие заужай чтобы иметь возможность потом выйти на края может быть даже вот такой мотнятинкой хорошо чтобы они не стали слишком широкими чтобы потом небо вниз и нужно не оба ремонтировать будет тяжело поэтому зауженные настроения уложишь 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 то же самое и здесь давай так придымишь придымишь деликатненько он краям смотри я делаю вот такие выходы придымишь здесь тоже чересчур полосаток все-таки есть там мера у этой полосаток значит и здесь успокоишь и здесь успокоишь но это с веществом не вытирай а распределяем до более успокоенного состояния мутного успокоенного то же самое мутное успокоенное ну и все-таки здесь несколько темней поэтому подложишь немножечко темноты и чуть-чуть ее нагонишь асфальт имеет собственный цвет поэтому он несколько темнее собственную тональность несколько темнее чем то что он отражает подложишь а здесь более светло и здесь ты мастихином немножко вышкребишь темноту потом подложим синий очень активный посмотри какие у меня спокойные значит ты зачерпнула очень а ты разжижала не следовало разжижать вязкую вязкую краску вот тоже казалось бы что ты такого не так сделала вводишь все по не нужно было разжижать вторую тряпку держишь чтобы успокаивать разжиженных и действуешь не раз посмотри какие они сразу как россии правда давай так смотри как ты смышленца так клади как значит теперь берешь коричневый красноту синий не пойми какой цвет да вот если ребенка спросить каким цветом будем стволы рисовать ну конечно скажет коричневый возьмет чистый коричневый посмотри какую грязь взяли смотри что я делал я тянул кисть поддрыгивая рукой я создаю коряжистый характер поддрыгивая тянул тянул поддрыгивая создаю коряжистый характер и причем не делаю прямых углов рогатина образных наоборот веничко образные устремленные здесь тоже самое теперь по своим дорожкам начнешь укладывать вытягивая ломать я не кругля большей степени ломая либо вытягивая либо тягивая ну а толщинке стволов добавишь немножко увлажнения усилишь толщиночки и немножечко отраженности потом опять перережем усилишь толщиночки отразишь чуть-чуть еще раз смотри ником краски несем на холст а сбросила краску взяла меру и тогда все вкладывается те которые вдали и немножко подбили чуть-чуть жидкости можно потому что вязка очень слабо на палитре подбили за заостри опустошили и уже более дальние не такие агрессивные подбираешь чуть-чуть и вот они тихонькие тихонькие больше голубоватости поскольку цари они еще более голубые пока не становятся такими же как все дали с серебром так хорошо давай раздавай значит те которые дальше чуть-чуть с голубиночкой тоже вот ты сейчас видела большая тряпка стала не хотеть такую несколько деликатную работу выполнять сейчас подмешался ты видишь немножко из зеленца обогатило то есть я где-то взял и подлез сознательно в зеленцу просто теперь он не такой односложный он теперь хитрее цвет и вот они как прекрасно вписались одни в другие чуть мутновато мутновато далечко и можно пальчиком создать вот это настроение пальчиком отвалилась туда похожим образом совершишь вот здесь то есть уже с некоторой с каким-то узором этого и несколько светло здесь несколько темновато с низов то есть с низов даже где-то с зеленцой наверху даже где-то с желтотой не только уже с оранжевизной но и с желтотой вот эти вещи чтобы они немножко объединились с фоном можно буквально вот так пригладить придавить, пригладить успокоить да? и нашими листиками начать еще перегораждать так как и фактурка на переднем плане более выраженное чтобы оно и даже смотри вот я немножко подбиваю как бы запятой и листья уже не лежат прилившие к полу, а немножечко еще подтарчивают. Хорошо? Хорошие звуки там понаоставляла. То же самое и здесь. Прямо подрезаешь. Не бойся ходить насквозь. Насквозь. Не бойся ходить. Потом взяла, перерубила. Потом у подножия добавила листиков. Тоже здесь маленький намек на стволики. Можешь прям пальцем ставить, прям пальцем подпустить. Немножко такое чистописание происходит. Ну, уместное для этой картинки. Перерубишь здесь немножко вот этими. Как бы рядами крон. Кроны зонтично, зонтично ложатся. Зонтично. Хорошо? Когда будешь укладывать. Несколько. Зигзаг зонтичный. Похоже на этот, только здесь очень ровный, а там зигзаг, зигзаг. Парапет. Парапет. Крышья опять же, деревья немножко игнорируют. Все бледнее вдаль. Чем дальше, тем бледнее и синее. Возвращаем перегородки. Возвращаем перегородки. И небольшой свитечек на верхнюю часть. Логично? Немножко вдали накрутишь еще деревца. Ну, вот что-то такое. Их множество. И также пальцем слегка надымишь. Надымишь листьями. Хорошо? Так, и человечки. Человечки это. Значит, никогда не дерзаем рисовать человека крупным, с пропиской человека. То есть, чтобы он был такой недовыписанный и там подальше. Это спичечная головочка и, собственно, само тельце. Это уже человек. Вторая спичечная головочка, второе тельце. Второй человек. Это отражение тоже. Теперь рассуждаем мужчину и женщину. Мужчина квадратноват наверху. Еще любит ноги расставлять. И это можно показать. Вот так вот. Пацанчик такой идет. Девочки. Лапушки. У них трапеция. Пальто или платье. Или плаща. И ножки в одну линейку. Плюс. Идея ручек. Плюс у девушек еще выгодно показывать идею волосиков. Пальто может, например, быть розоватым в цвет осени. Тоже будет прикольно. Более девочно. Согласны? Угу. Джинсики могут быть. И, например, сапожки темные. С этого момента они отражаются. Еще добавим. Потому что не хватает теперь. И они стали главным акцентным пятном. Мало то, что они в самом светлом месте. Плюс они как бы прорисованы. Плюс они занимают близкое к центру положение. Что, конечно, дает им аргумент. Сейчас немножко добавим еще здесь. Еще чуть-чуть добавим. Впервые всерьез появился рисунок. Потому что даже все-таки стволы. Вот ты первый раз рисовала прекрасные стволы. То есть, такие вещи, которые не требуют точности. Можно при правильной технологии правильно все это сделать. Все у тебя и получилось очень неплохо. Значит, чуть расширишь. К низам. Ладно? Так, сейчас мы... От... Зонтиком. Все, все, все. Зонтик можно. Вот это вот. Вот они, вот они. Эти ножички, которые чаще всего вот так выстроены в одну линейку. Вот такая склемная тушечка. Склемненько. Вот этот светечек я чуть-чуть сейчас добавлю. Уходящая такая струечка света, да? Вот туда-куда-то. Хороший мысик, всегда он хорошо звучит. Помнишь, мы здесь светик вот так вот уложили? И, естественно, перебитость горизонтальными звуками. Сразу все раздает. До усложняет сюжет. Давай везде покопашись. Чуть больше в пользу желтого. То есть теперь на подкладку рыжеватую неплохо ляжет уже и сам все желтые. Видишь, да? Немножко подбомби его. Ну и вот эти вот поправочки осуществили. Хорошо? И еще немножечко ристиков. Еще, еще, еще. Особенно здесь на переднем плане. Здесь как бы вминая, создавая этот характер. Вот они заслоняли друг друга. Чуть-чуть грязноватой зеленцы от синего. Подпустим. Вот они. И здесь более мутно. Немножко собственный цвет. Немножко свет. Немножко намек на палочку. Сейчас. Супер. И зонтик сделаю. Супер. Спасибо. Ну, как-то я сейчас еще листиков приготовлю. Давай. Давай. Смотри, я немножко зонтик адаптирую в среду. Ага. Чтоб он не был слишком вырезанный. Чтоб он немножко тоже подтаял. Колыхался. Ага. Ага.